Приветствую вас. Ну что же, давайте разберём ваш вопрос. Я встречаюсь с мужчиной один год. В последнее время он стал холодным ко мне, я начала волноваться, неоднократно пыталась выяснить причину такого поведения. Он мне объяснял, говорил, что занят на работе или что мне показалось. Я даже думала перестать мучить его, распространяя изводить себя своими мыслями и просто с ним расстаться, но не смогла. Люблю его. Спрашивала, нужна ли я ему, он всегда говорит, что нужна, но поведение остаётся прежним. В конце концов, мне всё это надоело, насильно мил не будешь, и я решил поговорить с ним на эту тему в последний раз, и если результат будет такой же, то уйти. Но в этот раз он на мои вопросы о причинах изменения отношения ко мне, нужна ли я ему, ответил, что я нужна, но просто боится, что если будет уделять мне много внимания, то мне станет скучно, я его брошу. Лично у меня и в голове это не укладывается, такое вообще возможно, я его люблю, хочу быть рядом, но хочу вернуть те отношения, которые нас были, когда мы начали встречаться. Тогда я была счастлива, как мне с ним быть. Спрашивает Аноним. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что ваша история, это история не про любовь, а про желание быть счастливой. И, ну понятно, понятно, что вам как-то может, наверное, показаться, что условно говоря, это... одно и то же, но нет, это не одно и то же, это разные вещи и, на мой взгляд, вам нужно научиться, научиться отделять одного от другого. То, что вы, условно говоря, хотите быть счастливой, это нормально. Но вопрос заключается в том, каким образом и за счет чего вы пытаетесь... ээээ... ну, в общем-то... быть, эээ... быть, эээ... быть, эээ... быть счастливой. Вот. И если так, например, получается, что счастливой, вы пытаетесь быть за счет, эээ... ну, например, за счет, эээ... мужчины, эээ... то, само собой здесь, оказываетесь, эээ... ни много ни мало, в ээээ... эээ... ээээ... ну, скажем, скажем так... в зависимости... от... человека. Вот. То есть, ну, к сожалению... это работает именно так. В зависимости от человека. у вас. Вот. И, соответственно, меньше остается энергии на любви, и больше остается энергии на... попытку. Попытку. Некоторую попытку. ээээ... скажем так... ээээ... получить... ээээ... получить... ну, получить костыль в виде человека. Вот. То есть, как бы, да, здесь идет история о том, что вы пытаетесь, вот... опереться на... мышину, и... в общем-то... ничего хорошего. эээ... к сожалению... из этого... из этого не выйдет... не выйдет. на мой... на мой, по крайней мере, взгляд. Ну, опять же... вы можете бы читать по-другому. Итак. Вы пишите. Я встречаюсь мужчиной один год. Как вы познакомились? Что между вами общего? Что вас объединяет и связывает? В последнее время он стал холодненько мне. Эээ... в какое последнее время? Что в этот момент происходило в его жизни и... эээ... с вами? Я начинал волноваться и неоднократно пытался выяснить причину такого поведения. Всем связано ваше волнение и почему вы выбрали именно такой способ, эээ... неоднократно пытаетесь выяснить причину его поведения. Отдаете ли вы себе отчет, что здесь история про вашу стройбожность и страх? Он не объяснял, говорил, что занят на работе или что мне показалось. Эээ... и здесь вы демонстрируете невозможность опереться на саму себя. То есть вы стал... вы сталкиваетесь... эээ... с... эээ... с... эээ... ну допустим... определенным феноменом. есть... эээ... 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 ...никак, не интерпретируйте... эээ... эээ... то, что... эээ... что человек делает... вот, ну именно... вы сами... эээ... вы как-бы направляете запрос... ему, на это, вот, вы от него, условно говоря, просите объяснить, почему так происходит. Такое ощущение, что самостоятельно вы не можете, ну, судя по всему, принять решение, да, относительно того, как вам относиться к тому, что происходит. Понимаете, да? Какая, какая история, какая штука. Вот. Дальше. Идем. Это недоверие себе. Дальше. Я даже думала перестать его мучить, раз просто изводить себя своими мыслями, просто с ним расстаться, но не смогла, полюбить его. А каким образом вы пришли здесь к мысли о расставании, то есть для вас получается изменение вот модели поведения человека, это мотивация к тому, чтобы расстаться, получается. Почему? То есть обратите внимание, вы говорите либо ты мне отвечаешь и проясняешь, значит, ну, ситуацию, которая вот сложилась, либо я от тебя ухожу. Вот. То есть, опять же, такое чувство здесь, что вы вот как-то пытаетесь решить вопрос своей привозности здесь. Далее вы пишете, но не смогла, люблю его. Не смогла уйти, потому что люблю. Я думаю, что вы понимаете, что здесь помимо любви, на мой взгляд, по крайней мере, помимо любви здесь присутствует еще и нуждаемость. То есть, говоря о любви, вы говорите о нуждаемости. Так вот, любовь это не нуждаемость. Нужно это разграничивать. Обязательно необходимо это разграничивать. Вот эти два аспекта. Понимаете? Вот. Любовь не нуждаемость. Не нуждаемость. И то, что вы не смогли уйти, выглядит как то, что вы боитесь или не хотите остаться без вот человека. понимая, что без него, без него вам будет плохо. Ну, например. Вот. И здесь важно это заметить. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, то есть на мой взгляд, по крайней мере, было бы неплохо, если бы вы увидели, увидели этот момент и увидели этот аспект. Вот. И сами для себя разграничили бы, разграничили бы его. Вот. Для начала. Просто. Спрашивала, нужна ли я ему. Тогда говорите, что нужно, но поведение остается бредным. Вопрос, нужна ли вы ему, это вопрос про мою нужность. То есть про мою ценность. То есть вы не чувствуете себя ценной с ним. В конце концов, мне это все надоело. Насильно мил не будешь. Я решил поговорить с ним на эту тему последний раз. Если результат будет такой же, то уйти. Кажется, что вы здесь не можете сами принять решение. То есть вот то, о чем вы беспокоитесь, это невозможность самостоятельного принятия решения. Опять же, как вы пришли к тому, что надоело? То есть вот как это чувство появилось, что надоело? В этот раз она ответила, что я нужна. Ему она просто боится, что если будет уделять много внимания, то мне станет скучно, я его брошу. Лично мне это в голове не укладывается. Такое вообще возможно? Да, возможно. Более, чем возможно. В чем связано то, что вас это не укладывается в голове? Это первое. Второе. Куда более важно, на мой взгляд. Заключается в том, что вы не принимаете как будто бы идею того, что вы можете быть ценной. Вот мне кажется в этом один из важных моментов. вам сложно принять, что вы можете быть ценной. Что вот, ну, вы для кого-то способны быть ценной. Вот это у вас не укладывается в голове. Что человек может бояться вас потерять. Мы, понятное дело, не говорим сейчас о том, ну, правда ли это, да? Или нет. То есть, понятно, что мы этого не знаем. Правду ли говорит, ну, мужчина. Ну, бога выглядит так. Опять же. Дальше. Я его люблю хотя бы рядом с ним, но хочу вернуть те отношения, которые у нас были. Когда мы начали встречаться, тогда я была счастлива. Как можно увидеть, что ваше желание вернуть те отношения, связанные с решением вашего внутреннего конфликта. С вашей потребностью. С вашими противоречиями. Вот. И, я бы сказал, обесценивающими тенденциями. Непринятием себя. Непринятием себя. Страхом. Страхами. Вот. Это все нужно решать вам самой. А не возвращать отношения. Потому что отношения не бывают ровными. Они меняются со временем и это нормально. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.